Всем привет! Эфир телеканала Беларусь 4 Могилёв продолжает передача спорта. Все самое важное и интересное смотрите в ближайшие 15 минут. Сегодня в выпуске. Без слов. Мы покажем областное футбольное дерби на Спартаке и баскетбольное сражение рыцарей и оленей за финальную битву с драконами. А еще завершение зимнего сезона у конкуристов. Заключительные прыжки в Манеже. Далее маршруты исключительно на улице. Подробности по очереди и прямо сейчас. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Класс, покажи класс. Ты как на меня смотри. Продолжение следует. 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 проиграть сегодня, мне кажется. Первый тайм мы не забили, точнее я в 100% момент. Тут же нам забили. После этого, конечно, было тяжело. Во втором тайме мы собрались, все-таки забили первый. И как бы это придало нам еще больше энергии. За счет этого, мне кажется, мы дожали и получилось забить второй гол. КОНЕЦ 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 Самые яркие моменты сегодняшней игры выделите? Ну, давайте начнем с четверга. Без валидольных игр это был бы не баскетбол. Мы сыгрались, ну, не очень тот баскетбол, который хотелось бы в четверг, но сделали нужные выводы, поговорили друг с другом. И сегодня была совершенно другая игра. И в четверг я хотел бы сказать спасибо болельщикам. Это победа сугубо их, потому что без них не было бы такой потрясающей игры. Закончим прести за один раз? Да. В Гродно. За один раз. Мы едем туда за победой и мы идем к своей цели. Первое там пройдем, можно сказать. А уже легче ехать в Гродно, иметь в запасе две игры? Ну, не легче, не легче. Ну, надо там сделать наши работы, ну, выиграть и все. И ждать, ну, смоки, ну, чтобы играть, смоки бегуя. Давай, мы сила! Да! Конкуристы завершили зимний сезон. В Могилевском конном манеже прошли республиканские соревнования по преодолению препятствий. В гости приехали с полсотни пар всадников и лошадей. Юные наездники должны были показать, кто лучше управляет своими подопечными. За 50 секунд, не сбив ни одного барьера, более десятка раз поднять лошадь в воздух. Высота была достаточно серьезна, до 130 сантиметров. Препятствия так построены, что постоянно необходимо менять темп, правильно? То одна скорость, то другая. Как договариваешься с лошадью об этом? Ну, обычно решается все на маршруте, в основном, сразу и на месте. Ну, вообще, перед маршрутом мы проходим показ, и, естественно, все понятно. Потом становится, где как что ехать. Ну, понятно тебе, понятно ли лошади становится? Ну, это уже верхом только можно решить, понятно ли лошади. А когда прыгаешь и чувствуешь, как лошадь копытами задевает стойки, вот ощущение, хочется повернуть голову, посмотреть, упала она или нет? Ну, как-то на этом сильно не зацикливаюсь, потому что цель ехать до конца, а не смотреть, оборачиваться назад. Как и Алина, Валерия Бейсова со своей задачей справилась на отлично. Чистое выступление – это несмотря на то, что в один день Минчанка выступила дважды. Два раза ехать маршрут подряд – это очень тяжело для лошади. Большая нагрузка. И лошади нужно помочь еще своей силой, ну, то есть, чтобы быть, наоборот, не нагрузкой для нее, а помощью, опорой. И, конечно, тяжело, особенно второй раз ехать, потому что я уже чувствовала, что лошади очень тяжело поднимать ноги, но он большой молодец, он очень старательный, честный конь, поэтому я им горжусь. Давно на хроносе катаешься? Нет, недавно, буквально пару месяцев, наверное, месяца два, не больше. Только мне отдали этого коня, так что неплохой дуэт получается. На этих соревнованиях в командном зачете победу праздновали хозяева – пары из Могилевской области. Минские стали вторыми, бронза – у гомельских конкуристов. А вот деревянные медали достались представителям Бреска области. Хотя стоит отметить, у них мало что получалось на маршрутах. Некоторые с ними и вовсе не справились. Удивительно, но именно брещанин Юрий Якимук и занимался установкой препятствий на этих соревнованиях. Почему вот сегодня именно такой маршрут поставили? Ну, сегодня маршрут двухгитовой, командный кубок. Поэтому для выявления сильнейшей команды пришлось немножко усложнить. И, конечно, чтобы выявить на самом деле сильнейшую команду страны и сильнейших спортсменов. В программе «Олимпийские дни молодежи» Республики Беларусь. Что вы чувствуете, когда лошадь вместе с садником сбивают препятствия? Ну, таких однозначных ощущений нет. Конечно, когда сбивают спортсмены из нашей области, больше переживаешь. Когда, соответственно, переживаешь больше за своих. А как таковое переживание за сбитой или разрушенной, или за непоминовение лошади, ну, не переживаешь. В этом как бы и состоит мастерство курс дизайнера. Составить маршрут так, чтобы, ну, не всем было легко. Поэтому мы и выявляем сильнейших спортсменов и всадников. Составление манежа там есть? Хотя бы доля творчества? Конечно, конечно. Во-первых, все усложняется тем, что площадка определенной конфигурации. То есть, если на улице ставить, то это проще, потому что больше пространства. Меньше пространства всегда доставляет какие-то неудобства и заставляет проявить какое-то творчество. Ну, в этом и есть вот этот, как это назвать его, в этом и есть мастерство курс дизайнера. Поставить маршрут, чтобы это было и удобно, и в то же время сложно, и в то же время красиво. Схемы должны меняться. То есть, нужно сделать так, чтобы оно не повторялось, чтобы менялись дистанции, менялись там чередования препятствий. Ну, поэтому приходится немножко поломать голову. А сколько здесь можно на этом Могилевском манеже построить препятствия? Можно построить, ну, можно построить и маршрут уровня Гран-при. То есть, высотой 150 сантиметров, ну, 12 препятствий, 15 прыжков можно построить. При желании здесь можно провести какой-нибудь из очень крутых по звездности, да? В прошлом году здесь проходил чемпионат страны в помещении, непосредственно в котором я тоже принимал участие, как спортсмен. И здесь стоял маршрут до 150 сантиметров Гран-при. А что вам больше все-таки нравится, строить маршруты или преодолевать их? Вообще мне нравится, я всю жизнь в этом спорте, мне нравится и строить, и преодолевать, и тренировать. Выступать на соревнованиях, конечно, это тоже, ну, это часть моей жизни, поэтому это такая вот частичка, то есть ниша в моей там душе, скажем, в голове, ну, составление маршрутов. За последние 30 лет конный спорт пережил, скажем так, отход от мужского к женскому. Сейчас девочек намного больше, чем это было еще там в конце 80-х, в начале 90-х годов. Как думаете, с чем это связано? Ну, связано больше с тем, сам работаю тренером и провожу такую аналогию, тоже задаю все такие вопросы, и нахожу ответы в том, что мальчики больше идут заниматься в единоборство, а другие, ну, конный спорт, это, хотя тоже это единоборство, но это общение с животными. И девочек как-то больше это притягивает. Мальчики идут в футбол, в хоккей, ну, вот рукопашный бойбокс, вот это им как бы больше по душе. Есть, да, есть единицы, но, как правило, и успехов больше достигают там мальчики в спорте, ну, в конном спорте. Есть, конечно, девочки, да, одаренные, талантливые. Да, ведь это и тяжелый физический труд, и эмоциональный, правильно? Конечно, 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 да. И это один из видов спорта, где и мужчины, и женщины соревнуются на равных условиях. И понятно, что у мужчины сил побольше будет, ну, и более психологически устойчив он к этому всему, к стрессам, к изменениям, быстрота реакции тоже здесь очень важна. Поэтому, ну, вот они как бы и прогрессируют больше и быстрее. У вас есть любимая лошадь, на которой вам нравится больше всего прыгать? Ну, я лошади периодически меняю, поэтому, ну, сегодня любимая одна, завтра любимая другая, а после завтра третья, оно передается из поколения в поколение. Я подготовил, передал детям, дети попрыгали, там дальше она под маленькими детками упражняется. Поэтому, ну, нет такой, знаете, с возрастом, начинаешь понимать, что привязываться к одному нельзя, потому что потом это очень переживательно. Расставание с ней, там, травмировалось она или что-то еще. Ну, поэтому, да, понятно, что ты их любишь, любишь как своих родных, как вот, ну, так, чтобы привязанность какая-то любимая, ну, я бы не сказал. Скажите, возможно такое когда-нибудь в будущем, чтобы белорусские лошади соревновались на равных с арабскими скоконами? Ну, арабские скоконы, они что же, как бы, ну, они больше для экстерьера. Сейчас прогрессируют лошади больше европейских пород. У нас селекция недостаточно развита и требует она модернизации и больших финансовых вложений. Ну, если мы прыгаем на турнирах большого уровня, то, в основном, у нас лошади тоже куплены в Европе. То есть наша белорусская селекция нам не позволяет пока выступать на уровне Европы, чемпионатов мира, чемпионатов Европы, не говоря уже про Олимпийские игры. Ну, и тогда получается что-то еще и дорого. Конечно, это очень дорогой вид спорта, это один из самых дорогих видов спорта. Однозначно он красивый, однозначно, тут не поспоришь, это зрелищно, это красиво, это увлекательно, это захватывающе. Сколько вы лет уже в этом спорте? Тридцать. Значит, уже вся жизнь, да? Да, вся жизнь, у меня и образование с этим связано, я всю жизнь, я с лошадьми, я с десяти лет. Поэтому, да, бросать нет смысла, это затягивает, такое болото тебя затягивает, и обратно оттуда очень тяжело выбраться. А не хочется? Это просто даже в мыслях такого нет. Ну, тогда и отлично. Спасибо, дальше. И таковы на сегодня новости. Болейте за любимые команды, сами занимайтесь спортом и обязательно смотрите «Беларусь 4». Могилев, это была передача «Спорт М». Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok